Приветствую, продолжаем инвестировать. Меня зовут Артём Первушин, вы на канале о финансовой грамотности и инвестициях. На момент записи видео портфель составляет 380 тысяч рублей, за всё время вырос на 23 тысяч, российский рынок продолжает снижаться, доход моего портфеля уменьшается, тут было уже практически плюс 50 тысяч рублей, я напомню. Для дивидендного инвестора это плюс, это значит, что я сегодня буду покупать акции не так дорого, как я бы их покупал, если бы российский рынок не упал. Но цифра стала меньше и менее красивая, так скажем. Конечно, я бы не отказался от бесконечного роста, если бы каждое видео тут нолик добавлялся, в конце было бы вообще замечательно. Но имеем дело с реальностью и продолжаем покупать акции на этом снижении. Напомню, что я когда делал последние сделки в своём портфеле, когда я их проводил, у меня была ошибка в распределении, из-за чего у меня там на 4-3% некоторые акции вес имеет в портфеле больше, чем должны, а некоторые отстают там по 2-3%, соответственно, я постепенно буду восстанавливать пропорцию в счёте и докупать буду постепенно то, что отстаёт сильнее. То есть вот, например, на 3,5% у меня отстаёт Газпромнефть, сегодня я её покупать и буду. К слову, Газпромнефть платит высокие дивиденды и после сегодняшней покупки моя дивидендная доходность в рамках этого портфеля достаточно сильно возрастёт. Будет интересно посмотреть, насколько. Обращаю внимание на статистику по портфелю, которая была на момент прошлой покупки. Дивидендная доходность была, ну, на отметке, получается, в 2373 рубля в месяц ожидаемая, что заставляет, ну, почти полпроцента покрытия моих расходов дивидендами. Обращаю ваше внимание, подчёркиваю, я недавно на ютубе в отдельном ролике это снимал, но ещё раз подчеркну, что полпроцента и вот такой медленный рост кажется бессмысленным, но на деле я трачу, там, полмиллиона рублей в месяц. Инвестирую где-то, ну, 50-70, около того тысяч рублей. То есть это около 10% плюс-минус от моих расходов. Если цифра, вот покрытие расходов дивидендами, дойдёт, ну, не до 100%, например, да, а всего лишь до 10, это значит, что я буду покрывать 50 тысяч рублей из своих расходов дивидендами ежемесячно. А 50 тысяч рублей это ровно та сумма, которую я примерно откладываю каждый месяц. То есть при достижении вот здесь уже отметки в 10%, если я буду дивиденды все реинвестировать, у меня рост моего портфеля от пополнений вырастет в 2 раза. То есть темп рост моих пополнений будет в 2 раза больше, чем сейчас, от 10%. То есть, по сути, как только я дойду до 10% вот здесь в этом показателе, следующий шаг до 20% займёт ровно в 2 раза меньше времени. Просто за счёт того, что я эти дивиденды буду реинвестировать. И чем больше у меня будет портфель, чем больше будет дивидендов, тем быстрее я буду двигаться дальше в своей цели. То есть этот график будет расти экспоненциально. Ну и, соответственно, этот тоже, если расходы не будут расти так же экспоненциально. По портфелю, что я могу сказать, у меня некоторые компании в плюсе, некоторые в минусе, большинство в плюсе. Из минусов у меня минусует Сбербанк, минусует у меня Газпром, и минусует у меня ещё одна компания Россети, Центр и Приволжи. Давайте посмотрим здесь на брокерском счету за всё время. Здесь, получается, рост телеком ещё в минус ушёл. Но у меня просто в таблице не в реальном времени данные подтягиваются, с небольшой задержкой. Они плюс-минус отражают ситуацию на рынке, но с задержкой. Ну, если рынок в 2 раза за день обвалится, то у меня только через день получается обновиться таблица, но не страшно. Окей, будем покупать акции Газпром нефти. Сейчас сделаю покупку, запишу в таблицу, посмотрим на результат. И напомню перед покупкой, что я инвестирую через брокера БКС. Это топ-1 брокер в России по объёму активов клиентов, поскольку он самый удобный, самый надёжный. И комиссии здесь минимальные. То есть, если вы по ссылке внизу, рефералка будет внизу на открытие счёта в БКС, вот так она выглядит. Но если вы по ней перейдёте, откроете счёт за 5 минут онлайн, просто по этой форме, он будет, во-первых, бесплатный, 0 рублей в месяц. А во-вторых, как и у меня, будет подключен тариф инвестора автоматически, комиссия 0% за покупку бумаг. То есть, я инвестирую вообще без комиссии. Если я буду продавать акции, там будет уже браться комиссия, но если у меня оборот будет больше, чем 250 тысяч рублей в месяц, я подключу просто тариф трейдер за 300 рублей, и это будет выгоднее. А пока я пассивно инвестирую, вообще ни копейки в БКС не отдаю, 0%, всё супер, замечательно, продолжаю инвестировать. Ссылка будет внизу, ну и там ещё по ревке будет бонус. Вам будет бесплатный финансовый консультант, он поможет по любым вопросам. Составить портфель, перевести активы от другого брокера и далее, далее, что угодно. Можете у него спросить, Сергей его зовут, он после открытия счёта с вами познакомится, позвонит, поприветствует вас. Вот, со временем, естественно, люди счета открывают, до вас он там дозвонится через какое-то время. Но если что, вы можете с ним контакт синициировать, у вас его данные будут контактные в личном кабинете, там чатик и номер телефона. Что ж, давайте перейдём на рынки и будем покупать Газпром нефть. Куплю я только её сегодня, она у меня в портфеле достаточно сильно не достаёт. Кавтология получилась, ну окей. Видим, цена падает, 672 было недавно, сегодня уже 657. Нажимаем купить. Здесь один лот, это одна штука, то есть один лот 600 рублей. Соответственно, я, если возьму 30 лотов, это будет 20 тысяч рублей. Ну давайте возьмём чему-то типа 35 лотов, нажимаем купить. Я беру по рынку, моментально, сразу не выставляю лимит на заявки, сразу покупаю акции, и они находятся у меня в портфеле. Что ж, вот я купил 35 акций Газпром нефти. У меня их в портфеле сейчас 54 штуки. Обновлю данные в таблице и покажу, что там с ожидаемой дивидендной доходностью. Итак, по портфелю данные обновил. Дивидендная доходность выросла ожидаемо с 2300 рублей до 2600, то есть только лишь за одну покупку неплохой скачок на 300 рублей. И теперь ровно полпроцента от моих расходов покрывается дивидендами. По сути, если я 50000 рублей каждый месяц откладываю, инвестирую, то теперь буду откладывать по 52500 рублей. То есть 2500 в месяц, да, от моих ежемесячных пополнений, это где-то около 5%. То есть по сути я уже обеспечил себе своим портфелем увеличение ежемесячных пополнений на 5%. Неплохо. Дальше будет чуть-чуть быстрее. Но очевидно, что эта цифра отыграет максимально эффективно на дистанции. Я инвестирую там всего лишь с 0,07 месяца, да, сейчас 0,09, чуть больше двух месяцев моему портфелю, и уже такой результат. Если такими темпами пойдем дальше, да, ну чуть больше, чем 2 месяца прошло, ну где-то 2,5% за год покрытие расходов дивидендами точно будет при таких же пополнениях. Ну плюс там чуть-чуть дивиденды где-то реинвестирую, может чуть больше где-то отложу, посмотрим. Нужно всеми силами стараться дивидендному инвестору урезать излишние расходы, пускать их на инвестиции для того, чтобы максимально быстро дойти до финансовой независимости. Финансовой независимости я напомню, это когда ваши дивиденды, ваш пассивный доход покрывают все ваши расходы. Когда вы можете не работать, можете работать где-нибудь, где может быть мало дохода, но вам нравится и так далее. Далее можете поменять работу без каких-либо проблем. Финансовая независимость это круто, к ней нужно двигаться, стараться всеми силами. К чему я двигаюсь сам и призываю вас, что ж подписывайтесь на канал, чтобы следить за обновлениями. Я чаще появляюсь в соцсетях по ссылке внизу, инстаграм и телеграм, подпишитесь туда. Тут я на ютубе бываю достаточно редко, контент все-таки сюда выложить сложнее, чем в сторис, телеграм, снять или пост, в сторис в инстаграм, снять или пост в телеграм, поэтому там его больше, он там чаще выходит. Вот там я на вопросы отвечаю оперативнее, если вы хотите что-то спросить, пишите мне в инстаграм, в личку просто и все. Там ответ в директе получите. И не забывайте, что по рефералке снизу под роликом на БКС за 5 минут онлайн счет откроете, бесплатно и без комиссии будете инвестировать, и финансовый консультант абсолютно по любым вопросам вам поможет. Можете к нему обратиться, там портфель, чтобы составил, например, этот частый запрос, который я вижу по обратной связи. Что ж, спасибо за то, что досмотрели до конца. Если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий, видео будет продвигаться YouTube, мне будет приятно, и это важно для развития канала. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!